о господи как же выучить этот сраный датский язык кто мне подскажет как легко его выучить хорошо этим всем людям которые блин только начинают им все так хорошо дается они быстро его выучивают как они называются эти балаболы не не балаболы полиглоты вот полиглот по два-три языка знают а я что а мне нет склонности к этому изучению всяких иностранных языков ваших и приходится мучиться вот бы родиться полиглотом было бы все хорошо сегодня вам расскажу как я учу этот язык и как я понял его нужно учить и как выучить абсолютно любой язык если у вас нету склонности к этому языку к изучению любого языка если вы просто ненавидите иностранные языки но вам нужно его выучить и как учил его я как учить его самому без каких-либо учителей это факт что если вы изучаете иностранные языки вы на старости лет чуть позже потеряете всю свою память как как выучить блять как выучить не могу блин уже три года привыкнуть да потому что клавиатура по дебильному написано как выучить и нос то раны язык вот вам предлагают разные сервисы для изучения иностранных языков я вам хочу показать именно свои сервисы которыми я учил это абсолютно не реклама тот сервис на котором учу сейчас я он платный он немного стоит но он открывает доступ на 10 лет мне интересно система обучения на том сервисе но я вам хочу показать для начала самый простой где я учил датский язык и что мне помогло на нем начать разговаривать потому что это была лично моя инициатива учить его и на нем разговаривать поэтому я сам лично находил где его учить итак первый сервис что я хочу показать называется 50 languages 50 languages вот он есть как на сайте так и на приложении на различные телефоны что на айфоны ваши что на нормальный android итак заходим на 50 languages здесь на сайте нужно просто выбрать мой родной язык выбираете допустим наш язык родной русский и я хочу выучить к примеру английский давайте выберем итак я смотрю они обновили уже сайт они как продают книгу также можно скачать mp3 здесь вот все эти уроки просто можно выбрать с разной скоростью произношения и когда вы едете в машине когда вы едете в школу или куда-то вы можете это все слушать это бесплатно также здесь открыты в бесплатном доступе раньше были я сейчас не знаю как сейчас мы проверим все эти темы для разговоров это в принципе разговорник но это основное что он поможет начать разговаривать и и вот например выбираем люди теперь здесь вот так вот устроено я а и и и и оба мы обе он Both of us, he and she, они оба, they both, they both, they both, мужчина, the man, the man, the man, the woman, the woman, the child, the child, the child. В общем, вы поняли. Вот самый элементарный, я не знаю, вам не нужно вообще никому ничего платить, друзья, вам просто нужно начать изучение с этого сервиса. Реально, это очень крутой сервис. Тем более, скачать можно mp3, любой язык, различный, 50 языков, какие хотите, можете учить. Следующий сервис, он уже платный, это тот, на котором я учу. Здесь вроде бы, блин, я так и не показал, но вроде бы 50 первых уроков открытые. Это очень много, друзья. Вам этого схватит с головой для начала. Также здесь есть украинский язык. Какой хотите, то это и учите. Главное, учить языки. В общем, следующий, тот, на котором я учу. Он называется 17 минут languages. В чем смысл именно этой системы? Мне почему она нравится? Я считаю, я уверен в том, что главное в изучении языков – это словарный запас. Здесь слова учить очень удобно. Здесь какой смысл? Смотрите, выбираем занятие. Здесь можно различные занятия выбрать. Вот я выучил уже 1328 слов из 1426. Здесь мы выбираем, например, 3 минуты занятия. И прикол в том, что вам есть картинка, высвечивается. Затем вы начинаете нажимать на глазок. Вы слышите, как оно произносится все. Затем, знаете слово? Да, знаю. Все. Семестр. Семестр. Ну, я тоже знаю, но это международное. В общем, здесь можно включить музычку. Они проводили испытания, в принципе, и они поняли, что, ну, как они пишут, может, это просто все чепуха, что, если слушать легонькую музычку во время изучения языков спокойно, когда человек спокойный, он намного лучше усваивает информацию. И это я должен вам сказать правду. Например, когда я в хорошем настроении, я намного больше запоминаю слов, чем я в плохом настроении. Включаем музычку. Вот такая вот легенькая музычка. И учим слова. Если вы не знаете это слово, если вы не знаете какое-то слово, оно вам повторится завтра, к примеру. Если вы и завтра не будете знать у него ответ, оно вам повторится послезавтра. Если вы уже послезавтра знаете, оно вам повторится послепослезавтра. Если вы в тот же день будете его знать, он вам напомнит этот сервис, это слово через вроде бы 7 дней Если вы и тогда будете знать, через 14 дней, чтобы в долгостроковую память или долгосрочную память это слово отложилось Вот почему я именно прохожу этот курс И здесь удобно, здесь разделены уровни Первый уровень А1, B1, второй А2, B2, третий А3, B3 Это уже уровень очень серьезный, это уже прям как обычные люди разговаривают, что живут в этих странах Иностранцы, в общем, я знаю, район Вот такой вот сервис, друзья Все слова, что я не знаю, я записываю вот в такой вот блокнот Затем, если на следующий день я тоже самое слово не знаю, ничего страшного, даже если в тот же самый день Я все равно его пишу Очень важно записывать все, что вы учите Все эти слова, потому что в датском языке они пишутся абсолютно противоположно тому, что читаются Ну, оно, конечно же, похуже, но очень отличается и важно уметь писать Вот поэтому нужно их записывать И когда вы их записываете, вы намного больше усваиваете всей информацией Также я хотел бы вам показать лайфхак моей жены Это лично ее метод Она мне предложила, я его пробовал Он довольно-таки интересный Особенно, если вы живете в этом обществе Например, нужно выучить некоторые слова Не нужно много Вот, к примеру Глёшне Это слово возьмем Беляйли Может быть, быть подходящим Ну, давайте Беляйли Возьмем Да и хватит Это только нужно для того, чтобы, к примеру, чтобы вы поняли, как это все делается Берем руку и ручку И пишем Беляйли Быть подходящим И также Глёшне Новые слова То, что нам нужно Вот так вот, друзья, записали себе пять слов на руку каждый день И вот так отвлеклись Посмотрели Ага Беляйли Быть подходящим Глёшне Новые слова Все, походили Пускай все думают, что это татуировка Будет вам по приколу Вот так записали пять иностранных слов Выучили Записали на следующий день пять слов Главное Последовательность И тогда вы выучите любой язык Я тот человек, который не может выучить Блин, нихрена Ему очень тяжело дается Но я все же его, заразу, выучу этот язык сраный В любом случае Вот так вот, друзья, я учу эти все языки Ну, как все Один И то Не самый лучший в мире Почему нужно это делать? Во-первых, это дает больше перспектив по жизни Вы сможете общаться с другими нациями Узнавать их культуру, если она, конечно, нормальная Языки также улучшают память человека Это факт, что если вы изучаете иностранные языки Вы на старости лет Чуть позже потеряете всю свою память А может быть и не потеряете Знаете болезнь Альцгеймера? Это не связано с компьютерными играми Это когда человек просто забывает, кто он такой Свою личность теряет Вот иностранные языки помогают это все отодвинуть В общем, друзья Я надеюсь, вам было приятно Понятно и полезно Как учить иностранные языки Все, друзья Спасибо за просмотр Подпишитесь на мой канал Поддержите меня лайком Но самое главное Лучше подпишитесь просто Поставьте колокольчик И смотрите новое видео До скорой встречи Желаю вам удачи в изучении иностранных языков Пока